Зелевинское водохранилище стало местом притяжения как жителей Зелевы, так и гостей Анинского кирмаша. Здесь собралось несколько сотен человек. И хотя мероприятий в праздничной программе было много, большинство ждало показательное выступление по парусному спорту. Зрелище это на самом деле впечатляющее. Спортсмены национальной команды Беларуси по парусному виду спорта продемонстрировали класс на воде. Зрители увидели мастерство лучших яхтсменов и виндсерферов Беларуси. Максима Диагеля, Никиты Циркунова, Екатерины Гусевой, Татьяны Дроздовской и Артема Джавадова. Последний занимается виндсерфингом более 15 лет. Увлекся им, когда учился в третьем классе. Тогда Артем случайно увидел выступление спортсменов на доске с парусом, и они его впечатлили настолько, что он решил стать одним из них. Благодаря упорству и труду Артем Джавадов смог стать чемпионом Беларуси. Восхищались ими гости Анинского кирмаша. Сам же спортсмен тоже получил массу положительных эмоций. Первый раз на подобного рода мероприятии. Очень понравилось, очень бодро, живо, очень много людей, это круто. Очень у вас красивый водоем, очень чистая вода, теплое солнце, в общем, все очень круто, очень понравилось. Спортивный драйв на воде должно было сменить шоу флайбордистов из России. Аплодисментами гости приветствовали покорителей водной стихии. А это были основатели флайбординга в странах СНГ во главе с Денисом Корниловичем. Их история началась 12 лет назад, когда он наткнулся на ролик, в котором производитель флайборда француз Франк Запата исполнял на нем трюк-дельфин. Уведенное стимулировало Дениса развивать этот вид спорта в России. Впоследствии он и его напарник Матвей Толкачев создали большую команду флайбордистов, путешествующих по миру со своим шоу. Помимо этого, они периодически участвовали в чемпионатах по флайбордингу. В 2019 году один из представителей этой команды занял первое место на таких соревнованиях, чем заслужил для своей команды звание чемпиона мира в дисциплине гидрофлая в категории мастера. Поступаем активно, ездим по городам, устраиваем некие кастроли и показываем людям, где еще не видели флайбординга, как вообще это может быть, что действительно, с одной стороны, зрелищно и сложно, с другой стороны, в целом легко встать и попробовать левитацию над водой. Подготовка у нас к выступлению в целом занимает от одного до пяти дней, в зависимости от географического положения. Мы регулярно тренируемся, то есть на буднях у нас происходят регулярные тренировки, мы тренируем связки с райдерами, какие-то синхронные исполнения под музыку в том числе. Навык никогда не теряется. Как вы понимаете, в любом виде спорта человек должен регулярно тренироваться, чтобы поддерживать должный уровень, чтобы прогрессировать. Выступления спортсменов обеспечили зрителям состояние драйва, а вот праздничное настроение создавали и поддерживали его работники культуры. Причем их номера были поставлены тоже на воде. Этот праздник наш любимый праздник, правда, девчонки? Да. Мы постоянно участники на этом празднике. Работали мы над номером с девочками вместе. Они мне, конечно, очень сильно помогли. Если бы не они, номер бы не состоялся. Работать было сложно, потому что не на ровной поверхности работали, волны качалось сегодня. Ну и было сложно, что ветрено очень, как бы веер не слушался, боролись. Волны большие, поэтому тяжело и страшно. Хотелось очень понравиться зрителям, надеюсь, что хоть что-то им запомнится. Надеюсь, что все понравилось. Мы старались. Анинский кирмаш давно полюбили жители Зельвы. Среди гостей из других регионов тоже и снимало его поклонников. Были и те, кто посетил мероприятие впервые, но решили приезжать на Анинский кирмаш и в дальнейшем. На этом празднике я посещаю уже пятый раз. Каждый год мы приезжаем сюда, в Зельву, и отмечаем в другую семью этот замечательный праздник. У нас здесь родственники живут в городе Зельва, поэтому мы здесь играемся. Первый раз я увидела выступление слайдбордистов. Мне понравилось выступление. Мне обычно, мне кажется, это очень сильные ребята, которые с много... Ну, большие такие нагрузки могу задерживать. Меня очень сильно порадовалось. Я еще хочу сюда доходить 50 раз, чтобы прям, вон, там, из России. Там порадовать. Каждый год посещаем этот праздник, но год нашел, мы видели впервые. Понравилось очень хорошо. Молодцы, что так они организовали. Ну, просто супер, просто супер. Уже не первый год я сюда приезжаю к сестре, и все праздники, как сказать, проходят. Вот, ну, ходим. Ощущения такие, ну, не знаю, ну, хорошо, в общем, мне понравилось. Сегодняшний день очень такой еще и теплый, хороший. Бывает холодно здесь. Бывает, вот, чучело жгли здесь. Знаете, какой холод был вот этот? Ну, другой праздник, как она, упала или как. А сегодня хороший праздник, сегодня тепло и хорошо. В Зельве к Канинскому кермашу готовится основательно и не один месяц. В этом и секрет того, что он притягивает гостей. И, как показал этот год, не только из Беларуси. Если взять праздник Канинский кермаш, когда он заканчивается, когда он завершается, проводится, скажем, такой опять организационный комитет, на котором подводятся итоги, и уже сразу же расставляются и думаются задачи над следующим праздником. То есть, работа над праздником, можно сказать, ведется целый год. Еще свежим гостей воспоминания об этом Канинском кермаше. Они уже строят планы посещения его третьего этапа, который пройдет в середине сентября в церкви крепости в деревне Сынковичи. Тогда гости праздника смогут снова погрузиться в атмосферу Средневековья и принять участие в турнирах, играх и конкурсах.